Всем привет! В этом видео мы устроили битву веб-камер. А то их так много, что глаза разбегаются. У кого лучше картинка? Зависит ли качество цены, или вы переплачиваете за бренд? А кто стал победителем, вы узнаете в конце ролика. Представим ситуацию. У вас онлайн-конференция, важная презентация, или, допустим, урок дистанционного обучения. Подключаются участники, вы настраиваетесь на общение, а его не происходит. Кого-то не видно, потому что помещение слишком темное, или наоборот слишком светлое. Кого-то не слышно, не настроен или не работает микрофон. Кого-то видно так плохо, как будто вместо камеры он снимает на утюг. А кто-то просто не смог подключить камеру, и непонятно, в онлайне он или нет. Во время пандемии многие сталкивались с подобным. Особенно неприятно, если вы, например, смотрите комментарий эксперта в каком-то важном видео, а эксперт выглядит как самый распоследний блогер в ТикТоке. Пересвечен весь в пикселях и периодически выпадает из фокуса. Причина подобного фиаско чаще всего банальна и проста. Устаревшая, неисправная или ненастроенная веб-камера. Ну, или вообще ее отсутствие. Наиболее важными параметрами любой веб-камеры являются разрешение и угол обзора камеры, способность работать при любом освещении, наличие хорошего микрофона, а также удобный и универсальный крепеж. Также в последнее время возросла важность безопасности веб-камер, поскольку присутствие в доме незащищенного источника видео и аудиосигнала может стать причиной утечки конфиденциальной информации. Особенно если вы параноик, а за вами еще и следят. Опираясь на обозначенные критерии, мы решили сравнить несколько моделей веб-камер из разных ценовых категорий. В премиальном сегменте выступает Logitech HD930E. Более доступные качественные камеры представляет модель Avermedia PW313, а репутацию бюджетных веб-камер будет защищать Genius и Cam8000. Все три камеры мы выбирали по главному параметру, разрешению 1080p при кадровой развертке 30 кадров в секунду. Это наиболее востребованный формат для всевозможных онлайн-трансляций. В списке отличительных свойств Logitech HD930 производитель указал 3-мегапиксельную матрицу сенсора, объектив Carl Zeiss со стеклянными линзами, функцию автофокусировки, аппаратное сжатие видеопотока и коррекцию изображения в зависимости от освещения сцены. Ну что ж, давайте тестировать. Картинка устройства действительно выдает отличную, четкую с углом обзора в 90 градусов. Два всенаправленных микрофона уверенно формируют стереозвук, а фирменный софт позволяет настроить параметры изображения до идеального состояния. Однако в процессе тестирования были выявлены и некоторые недостатки. Например, технология автофокусировки не всегда успевает реагировать на резкие движения. Изображение часто плывет, особенно при недостаточном освещении. И вот уже ваша трансляция превращается в теклу. Также 930 Logitech унаследовал от более ранних моделей неспособность сохранять настройки при отключении питания. И даже если однажды у вас вышло идеально настроить камеру, не факт, что в следующий раз результат удастся повторить. Кроме того, аппаратное сжатие видео при разрешении видео 1080p и 30 кадров в секунду генерирует поток с битрейтом порядка 5-6 мегабит в секунду. В условиях медленного интернета или дикой экономии трафика это могло бы быть полезным. Но учитывая современные скорости, данная функция выглядит бессмысленной, а иногда и откровенно вредной. Когда нужно передать что-то, требующее высокого битрейта. Зачем так сильно сжимать, если можно сжимать не так сильно? Непонятно. В общем, эту функцию можно смело удалить, снизив тем самым стоимость устройства. Также расстраивает съемная защитная шторка объектива, которую довольно просто потерять. Вердикт. Logitech HD 930i неплохая веб-камера, но она перегружена избыточными и непрактичными функциями, из-за которых ее розничная цена, а она составляет более 12 тысяч рублей, неоправданно завышена. Следующий участник тестирования – Avermedia PW313. Компания Avermedia имеет громадный опыт в области захвата, обработки и вывода видео и аудио. Это обстоятельство, конечно, оказало влияние на свойства, заложенные веб-камеры, микрофоны и прочий мультимедийный обвес для ПК. PW313 – это компактный девайс цилиндрической формы. Сразу бросается в глаза, сдвижная шторка на объектив. Решение простое и удобное, так что точно не потеряется. На стандартном креплении зажима предусмотрена стандартная винтовая резьба для накручивания на обычный фотоштатив. Камера выдает заявленный Full HD с 30 кадрами в секунду. Фокус объектива фиксированный, настроен на диапазон расстояний от 40 см до 1 метра, так что изображение вполне чёткое. Угол обзора камеры 65 градусов. И это было бы проблемой, если бы не поворотное крепление. А так, блок с камерой и микрофонами вращается на 360 градусов, поэтому выставить нужный кадр – это расплюнуть. Качественное изображение 313 Avermedia выдаёт не только при ярком свете, но и при его недостатке. Что касается микрофона, то это просто рабочая лошадка. Звук получается не идеальный, но для веб-конференции такого качества будет вполне достаточно. Тест. 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 Отдельно радует поддержка стандарта USB Video Class, что позволяет не морочиться установкой специального софта, а просто воткнуть камеру в ПК и начать пользоваться. Ну а если стандартные настройки чем-то не устраивают, всегда можно поставить фирменную утилиту CamEngine и настроить картинку так, как хочется. В этой же утилите есть маски, которые можно включить одним щелчком. Обычно за такой функционал просят доплатить или суют рекламу, а тут они бесплатные, что, конечно, приятно. По итогу, в лице Avermedia PW313 имеем разумный компромисс между приемлемым качеством видео, удобством установки и подключения, а также ценой в 4500 рублей. Ну и напоследок посмотрим, что у нас есть в бюджетном сегменте. Genius – один из старейших производителей компьютерной периферии не только в Китае, но и во всем мире. Сознательно держится в бюджетном сегменте, умеет делать дешево и сердито. Genius E-CAM8000 – типичный образец такого подхода к делу. Внешне камера выглядит неплохо. Есть стандартное основание зажим с резьбовым отверстием под штатив, а поворотное крепление камеры умеет наклоняться вверх и вниз, что компенсирует небольшой угол обзора камеры. Как и у предыдущей камеры, поддерживается стандарт UVC, поэтому данный девайс моментально опознается системой по факту подсоединения к компьютеру. Видимо, поэтому производители не стал морочиться написанием каких-либо утилит, так что настраивать камеру придется штатными средствами самой Винды. Заявленное разрешение честно поддерживается, а вот качество видео сильно зависит от освещения. Если источник света в помещении направленный или слабый, то Genius быстро сдувается. Сначала начинает шуметь подсветности, а потом и вовсе теряет контрастность изображения. Со звуком у данного девайса тоже беда. Чувствительность микрофона маленькая, с полуметра он уже почти ничего не слышит. Плюс постоянно присутствует эхо и пробиваются какие-то шумы на средних частотах. Тест. 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 По итогу Genius совершенно не оправдывает цену, от 3,5 до 4 тысяч рублей. В пару к нему обязательно нужен внешний микрофон, что в сумме дает уже совсем не бюджетное решение. Проще уж взять веб-камеру подороже. В итоге получится дешевле, да и видео будет качественнее. По результатам тестов, в соотношении цена-качество побеждает Avermedia PW313. Камера проста в эксплуатации. На нее не стыдно и записывать презентации, и проводить важные онлайн-встречи. Удобно будет дистанционно обучаться и просто общаться с друзьями и коллегами. Без лишних настроек, танцев с бубнами и дополнительных устройств. А прилагаемая утилита позволит докрутить видео и побаловаться с масками. Ценник при этом вполне человеческий. Однозначно, Avermedia PW313 это хороший выбор. Продолжение следует... Продолжение следует...